Жители Артема забили тревогу. В детском парке на 17-м километре установлен опасный батут. Он дырявый, на бетоне и не огорожен забором. Люди составили целый букет претензий к данному надувному аттракциону. Съемочная группа телеканала «Лента» выехала на место и внимательно осмотрела батут. В каком он находится состоянии, понятно без слов. Он проклеен вот так, небезопасно. Он может взорваться в любой момент и сдуться. Детки вместе с ним тоже. То, что порваны вот эти сеточки, это же все защитное. Детки могут повываливаться. То есть, и должна быть защита вокруг батута тоже, чтобы детки все не вываливались и без присмотра не должны оставаться здесь детки. То есть, я считаю, что батут нужно заменить. Кроме того, что перечислила посетительница парка, на одном из бортов батута мы обнаружили зияющую дыру. Нет, батут не показательный, конечно. Если в плане оценивать, как Угаяна стоит в центре там, такой весь он навороченный, огороженный, есть запор, то тут, конечно, батута, он такой хлюпкий. В плане того, что да, и подздуто, да? Родители маленьких детей не нашли администратора данного объекта. Более того, мама и папа ребятишек обратили внимание. Оплата за надувной аттракцион производится по номеру телефона, который нарисован маркером на листе бумаги и приклеен скотчем на верхней части аттракциона. Я посмотрела на вот это вот все и не стала переводить деньги по вон тому номеру указанному. То есть я даже не знаю, кому это мы переводим деньги по факту. Должен стоять здесь человек, который будет брать оплату за батут. Нашлись родители, которые, отправив деньги неизвестному лицу, пустили все же малышей на опасный батут. Ну, некачественно сделано. Как? Ну, а ребенку все равно играть нам надо. Вот вы ребенка отправили своего. Почему, несмотря на то, что вы считаете, что он... Ну, просто не продуманы, не доделаны. По сообщению Роспотребнадзора, администратор батута должен иметь в наличии товарные чеки. Этот документ подтвердит получение услуги. Батуты, а также надувные горки должны содержаться в исправном состоянии и быть надежно закреплены на земле при помощи специальных растяжек, чтобы конструкция не перевернулась от порыва ветра или активного отдыха детей. Необходимая своевременная влажная уборка, ведь грязь, пыль, дождевые потеки – все это будет на руках и одежде ребенка. Как рассказала продавец кафе, расположенного рядом с батутом, администратор данного аттракциона есть. Она получилась по делам. Вот это ограждение, сеточка, у нас была сделана. Вчера был очень большой наплыв людей. То есть сера порвалась? Ну, порвали вчера, да. То есть мы его подвязочками, лично я, желтыми нитками все это подвязывала. Но дети есть дети. Тем более еще, знаете, когда особо не присматриваешь, либо очень много людей, да, постарше дети, с обратной стороны просто залазят и начинают хулиганить. Узнав, что в парке находится съемочная группа, администратор быстро приехала. Женщина рассказала, в такое ненадлежащее состояние надувной батут привели дети. Дети могут прийти с ножами. Мы не знаем откуда, но дырки появляются, естественно, не мы их приносим. Понятно, дети, естественно, дети есть дети, они его продыряют. А ограждения, вот почему здесь нет? Здесь должны быть ограждения, потому что маленькие дети. Ну, по идее, нужно оградить вот этот батут. Я не видела никогда ограждений возле батутов на расстоянии метра и так далее. Она не считает этот аттракцион опасным. По ее словам, информационная табличка, где указаны правила пользования батутом, находится в кафе. В правилах пользования батута сказано, что каждый родитель, есть, во-первых, возрастная категория детей, которая имеет право пользоваться, да, и это дети до 8 лет. Все посетители парка пришли к единому мнению. Этот надувной аттракцион необходимо заменить. Если администрация данного объекта детской радости и восторга не прислушается, они вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Юлия Искуменко, Иван Петров, Данил Коровченко, Егор Бондаренко. Городские новости, телеканал «Лента».